Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Остров без сокровищ в удаленном поселке Кирзавод вскоре наведут порядок. Выявить рак на ранней стадии стало проще. В Самарском онкодиспансере новое оборудование. Летит, летит и ракета. Прогресс отправился на МКС. Учились противостоять террористам. Силовики региона провели совместную спецоперацию. ЖД вокзала России объединяйтесь. Танцевальный флешмоб стартовал сегодня одновременно в 12 городах. Остров с сомнительными сокровищами. Жители Кирзавода номер 6 пожаловались главе города Елене Лапушкиной на беспорядок в поселке на личном приеме еще в июне. После чего она дала поручение администрации Кубшевского района и обещала лично проверить обстановку в поселке. Слово глава сдержала и жители провели для нее экскурсию по незлачным местам. Что должно измениться в Кирзаводе, где проживает почти 900 человек, расскажет Мария Левина. Ольга Белухина проживает в Кирзаводе номер 6 уже почти полвека. Рассказывает, когда предприятие гигант, кирпичный завод еще работало, во всем поселке был порядок. Но у всего есть срок годности. Со временем жить здесь стало сложно. Большинство домов барачного типа, с удобствами на улице. Один из туалетов в аварийном состоянии и жители уже устали жаловаться. А вот этот туалет, у нас их три на поселке. Вот этот самый страшный, который остался. Он разваливается буквально. И мы боимся, что дети туда просто забегут, а он обрушится или провалится вообще туда. Своими переживаниями люди поделились с главой города Еленой Лапушкиной. Туалет решено закрыть и привести в порядок. Но это не единственная проблема, которая беспокоит людей. Жители пожаловались на незаконную стройку на побережье озера Гатное. Елена Лапушкина дала поручение следить за развитием событий и не дать начать строительные работы. Вот это прямо отслеживайте. Полите, сообщите, письмо напишите о том, что тоже есть какие-то... Местные жители очень ждут ремонта дороги. Сейчас по ней ходить затруднительно. Ямы и ухабины, а в дождь нужны резиновые сапоги, негодуют люди. Осложняется все тем, что это единственный путь до остановки, где детей забирают в школьный автобус. Мало того, что внутриквартальная дорога оставляет желать лучшего, так еще и тротуара вдоль трассы попросту нет. Давайте, по тому тротуару Сан Саныч не обсуждается. В этом году отсыпаем и делаем. И запланируете от тротуара, вот где мы зашли с вами, и дорогу вот эту самую широкую до конца надо сделать. Сейчас мы с вами отсыпаем крошкой, но качественно отсыпаем. На следующий год мы с вами проектируем, ставим фонари и делаем вот этот нормальный тротуар и дорогу, где колодцы провалены. Жители также попросили установить дополнительные детские площадки. Учитывая активность людей, проживающих в поселке, в частности их усилия по украшению дворов яркими неординарными клумбами, им предложили участвовать в программах формирования комфортной городской среды и содействия, с помощью которых можно получить средства на строительство новых детских и спортивных площадок и еще больше преобразить двор. Мария Левина, Максим Гусев, События. Выявлять рак на ранней стадии станет проще. В Самарский онкодиспансер поступило новое оборудование. С помощью современной аппаратуры можно выполнять операции без внешнего хирургического вмешательства. Это позволит пациентам быстрее восстанавливаться и меньше времени проводить больницы. Как выглядит работа нового оборудования, оценила Мария Елчан. Владимир Лемешко взял за правило ежегодно проходить обследование внутренних органов. Говорит, в его возрасте всякое может быть. Во время последней диагностики у него выявили доброкачественную опухоль толстой кишки. Врачи провели операцию. Новое оборудование позволило ее сделать за 20 минут. Я здесь 30-го лет. Вчера мы сделали операцию. Сейчас инвестиционный период, говорят, что я неделю где-то домой. Калоректальный рак – злокачественная опухоль толстой кишки. Сейчас на лидирующих позициях. При этом в последний раз поступление нового оборудования в отделение эндоскопии было 6 лет назад. Сейчас выявить и показать рак органов пищеварения на ранней стадии станет проще. Один из обновленных медицинских аппаратов – видеоколоноскоп. Он позволяет осмотреть толстую кишку с четкой картинкой, которая выводится на экран. Тем самым повышается точность процесса диагностики заболеваний. Кроме того, увеличивается ежедневное количество обследуемых пациентов и сокращается время ожидания в очереди на исследование. Конечно же, мы всегда думаем и мечтаем о том, чтобы происходило какое-то обновление. И вместе с этим идет обновление и вообще класса оборудования. То есть появляется оборудование более высокого уровня экспертного класса. Мы были очень рады, что вообще появился этот национальный проект. Долгожданный подарок медучреждению сделали на средства нацпроекта здравоохранения и регионального проекта борьба с онкологическими заболеваниями. В рамках этой программы также запланировано и открытие в этом году первого центра амбулаторно-онкологической помощи с его оснащением за счет средств регионального бюджета, соответственно, подготовка кадров. С момента поступления нового медицинского оборудования было проведено уже свыше 30 операций. Поток в отделении эндоскопии большой. В день обследуется до 100 человек. Из них порядка 50 с подозрением на злокачественное или доброкачественное новообразование. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Виртуальная реальность больницы имени Пирогова. 400 пациентов прошли курс реабилитации на уникальном тренажере, который создали ученые медицинского университета. Подробности у Елены Малюциной. Вчера мы где были? На озере. И сегодня мы погуляем где? Тоже на озере. Пока сегодня в городе не будем. Вы рыбак? Да. Сергей Ровин поступил в отделение неврологии 5 дней назад. После инсульта он не мог шевелить ни рукой, ни ногой. Сейчас после обследования, лечения и нескольких процедур на уникальном тренажере «Ревавер», который разработали ученые Самарского медуниверситета, врачи отмечают улучшение. Стараемся сжали кулачок. Держим планшет. Смотрим на планшет. Так. Сколько мы шагов прошли? Посмотрите, пожалуйста. Шагов. Отлично. Очки виртуальной реальности, пневмоманжеты, компрессионная установка и специальное программное обеспечение погружают пациента в виртуальную среду. Благодаря такой хитрости активизируются определенные группы мышц, которые стимулируют мозговую активность и тело вспоминает, как нужно двигаться. А раньше больные могли только мечтать об этом. Представьте, как будто бы вы идете там до болезни, вы идете бодрым шагом. Представьте, у вас вот не работает рука, а до болезни вот вы подняли руку и забили гвоздь. А здесь такое, что пациент погружается в эту среду, он уже идет. Он здесь и сейчас, ему ничего не надо представлять. Очень важная функция – это нейропластичность. То есть мы заставляем возникать и стимулируем возглавление новых нейронных связей, чтобы помогать восстановлению пациента. В отделении неврологии в год проходит лечение в остром периоде инсульта более 2000 человек. Здесь тренажер применяют уже год. За это время врачи отметили его эффективность. Такого же мнения и исследователи. Особенно высокая результативность, если начать применять ревавер спустя двое суток после инсульта. Серийный выпуск тренажеров планирует начать корпорация Ростехнологии. В этом году подписали специальное соглашение. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Силовые структуры 63 региона приняли участие в масштабных учениях. План спецоперации был утвержден Национальным антитеррористическим комитетом. Проходила она на территории сразу двух районов – Волжским и Кенельский. По легенде, председатель антитеррористической комиссии в Самарской области губернатор ввел высокий желтый уровень опасности. Именно в этих условиях силовики учились взаимодействовать друг с другом и с органами местного самоуправления. Отработаны навыки противостояния преступлениям, совершенным с помощью огнестрельного оружия на объектах железнодорожного автомобильного транспорта. Участвовавшие в учении подразделения продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера. Грузовой корабль «Прогресс МС-12» отправился на МКС. Видео запуска ракеты опубликовал Роскосмос. Сбежение корабля с Международной космической станции пройдет по двухвитковой схеме. Автоматическая стыковка грузовика со стыковочным узлом модуля «Пирс» запланирована на 18.35 по московскому времени. Корабль доставит на МКС более тонны сухих грузов, топливо в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека находится научное оборудование, комплектующее для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Приговор, который оглашали почти 9 часов. Бизнесмен Сергей Шатила и еще шестеро подсудимых признаны виновным в картельном сговоре, порядкой для уголовной практики статьи, ограничение конкуренции. При этом двое фигурантов отправились за решетку прямо из зала суда. Остальные могут радоваться условным срокам. Анатолий Головков готов поделиться подробностями громкого уголовного процесса. Бизнесмена Сергея Шатила берут под стражу прямо в здании суда. Таков итог более чем двухлетнего следствия, предварительного и судебного. Нельзя сказать, что сам коммерсант и его близкие рассчитывали на хэппи-энд, но все же ожидали условный срок. Тем более, что на оглашении приговора их вначале ждал приятный сюрприз. Обвинение в коммерческом подкупе было снято. Их действия охватываются составом и объективной стороной указанного преступления. Квалификация их действий по статье 204 УК РФ является излишне вмененной и подлежит исключению из обвинения указанных подсудимых. Громкое уголовное дело берет свое начало в 2017 году. По версии следствия, фирма, которая принадлежит бизнесмену Шатила, заключила соглашение с другой коммерческой организацией. Согласно договору, вторая компания не должна была участвовать в электронном аукционе по обслуживанию медицинского оборудования. Компания Шатила выиграла торги и заключила контракты с 23 региональными медучреждениями. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ и Федеральной антимонопольной службы. В конечном итоге сторона гособвинения запросила реальные сроки для пятерых подсудимых. Двум из семи подсудимых государственное обвинение полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно. Кроме того, государственное обвинение просило суд назначить дополнительные наказания. Это сотрудникам коммерческих организаций в виде штрафов и должностным лицам министерства в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В итоге за решетку отправились только двое фигурантов дела. Владелец коммерческой фирмы Сергей Шатила и бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Новосардзян. Первый получил три с половиной года колонии общего режима по статье «Ограничение конкуренции». Второй – три года за превышение должностных полномочий. Остальные отделали с условными сроками. Сторона защиты Сергея Шатила намерена обжаловать решение суда. Считаем, конечно, его несправедливым и негуманным отчасти, потому что никакими материалами дела, необходимость брать под стражу, соответственно, не доказана и не обоснована. Проговор будет, безусловно, обжалован, но когда мы получим хотя бы на руки. Напомним, что имя Сергея Шатила стало известно благодаря резонансному делу блогеров. Несколько лет назад Дмитрий Бегун, Наталья Умярова и Олег Иванец вымогали у бизнесмена деньги. В конечном итоге их признали виновными в совершении преступления и отправили за решетку. Кроме того, Шатила вложил средства в строительство Самарского кардиоцентра. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. Более двух миллиардов рублей долгов самарских физических и юридических лиц собрали судебные приставы в 2019 году. Около 70% – это налоговые платежи. Также собрано 586 миллионов рублей административных штрафов. При этом по налоговым недоимкам приставам возбуждено только за первое полугодие более 100 тысяч дел. Силовики говорят, долги самарцев будут только расти. Исходя из тех данных, которые есть, из тех тенденций, которые складываются, в том числе и по динамике прошлых лет, мы прогнозируем, что количество исполнительных документов по отдельным категориям, по крайней мере кредитам, административные штрафы, они будут увеличиваться, в том числе и по суммам. С учетом того, что значительное количество уже установлено и планируется к установке камер фото-видео фиксации, административных правонарушений, ну понятно, что количество оно просто объективно будет расти. Далее, коротко о других событиях дня. К всеследствии, экс-руководитель брал откат из подрядчиков фонда капремонта, а деньги ему передавали через брата. В Самарской области нашли тело 34-летнего местного жителя. Он исчез накануне после опрокидывания гидроцикла в акватории Волги. Мужчину из воды извлекли сотрудники поисково-спасательной службы. Его нашли в микрорайоне Приволжский, под Сызренью. Спасатели установили, что в день трагедии на гидроцикле находилось три пассажира, двое мужчин и 11-летний ребенок. Водитель транспортного средства пренебрег правилами безопасности и начал пересекать Волгу в шторм. Гидроцикл перевернулся в 500 метрах от берега. Двух пострадавших спасателей вытащили из воды практически сразу. Они были в спасательных жилетах, а вот водитель был без него. Во время аварии он потерял сознание и ушел под воду. Пострадавшего искали в течение нескольких дней водолазы, но поиски осложнили погодные условия. В итоге тело случайно обнаружили местные жители. Родственники опознали мужчину. Участок улицы Шоссейной от Народной до Казачьей будет закрыт для движения до 31 августа текущего года, сообщает Департамент транспорта Самары. Сейчас он является строительной площадкой, по которой Минтрансом прорабатывается возможность организации проезда для снижения интенсивности трафика на дорогах обхода участка ремонта, а именно улицы Казачьей, улицы Осетинской и улицы Народной. Организация движения на участке и обеспечение безопасности осуществляет заказчик указанных работ. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с его подрядчиками и исполнителями. Напомним, раньше шоссейную планировали открыть уже 1 августа. В воскресенье 4 августа и вторник 6 августа в Самаре скорректируют схему движения транспорта вблизи стадиона «Самара-Арена». Это связано с проведением соревнований по велоспорту. О корректировках сообщили представители администрации областной столицы. С 8 утра до 4 вечера 4 и 6 августа будет ограничено движение транспорта на улице «Арена-2018» к проезду номер 2 и улице Дальней. Ограничение не распространяется на общественный транспорт, машины экстренных служб и машины с пропусками. Также в указанное время наложен запрет на остановку и стоянку автомобилей на указанных участках дорог. Сергей Филиппов решил сохранить свой пост и подал документы для участия в конкурсе на пост министра культуры Самарской области. Конкурс намечен на 1 августа. Всего же на пост претендует 17 человек. Готовы возглавить областное министерство культуры. Дирижер Сергей Кис. Экс-руководитель Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауярвайн. Заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Инна Жичкина. Директор Толетинской муниципальной школы искусств имени Балакирова Ольга Нуждина и другие. Волга в районе Самары станет чище в ближайшую пятилетку благодаря федеральной программе «Оздоровление Волги». Городские очистные канализационные сооружения получат несколько миллиардов рублей из федеральной областной казны на реконструкцию оборудования. Однако предприятие вложит и свои средства. В каком состоянии сегодня находятся очистные сооружения, увидел Сергей Кизоркин. Городские канализационные очистные сооружения Самары – одни из самых крупных в стране. Мощность – миллион кубометров в сутки. Их построили в 70-х годах прошлого века. Первую глобальную реконструкцию начала компания РКС Самары в 2013. Сейчас качество воды, которая возвращается в Волгу после очистки, проверяют по 47 показателям. Реконструкция ГОКС продолжается. Теперь по федеральной программе «Оздоровление Волги». Сюда вложено уже порядка миллиарда рублей, то есть 980 миллионов рублей. Проведена реконструкция аэротенков. Установлены новые воздуходувки, заменены воздуховоды. Построены новые насосные станции, пункты управления. Останавливаться на достигнутом нельзя. И поэтому сейчас мы попадаем в федеральную программу «Оздоровление Волги». В ближайшие пять лет запланирована реконструкция комплекса биологической доочистки от биогенных элементов и строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. Проект «Оздоровление Волги» затронет десятки объектов по всей области. Наша задача в рамках федерального проекта снизить в три раза неочищенные истоки к 2024 году, что мы должны выполнить. Сама программа предусматривает 27 мероприятий по нашему региону. Вот на сегодня новый паспорт будет также у нас, скорее всего, корректироваться. Объем финансирования у нас 32 миллиардов рублей. Участие в федеральном проекте компании «РКС Самара» предусмотрено инвестиционной программой. Сумма вложений 1 миллиард 300 миллионов рублей. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. К профессиональному празднику День железнодорожника активисты студенческих отрядов подготовили красочный флешмоб на вокзале. Проводники передали привет более 9 тысячам студентов в 54 регионах России. От Самары до Новороссийска. Неожиданный концерт на вокзале увидела Валерия Куценко. «Зеленого вам». С таким лозунгом передали привет самарские проводники и студенческих отрядов своим коллегам в другие города. На железнодорожном вокзале активисты устроили настоящий концерт. Здесь звучали и гимны студенческих отрядов. «Сегодня строим, завтра на земле». «Строим жизнь, нам это важно». И энергичные композиции. «На каком истинный континентах, не потеряй, чтобы жизнь и фрагменты, просто жили наслаждайся моментом». Флэшмоб объединил 12 вокзалов России от Москвы до Челябинска. Музыкальный привет смогли передать более тысячи студентов, которые работали летом проводниками. Одна из таких активисток – Татьяна Яковлева. Девушка состоит в студенческом отряде с 2015 года. Говорит, что просто увидела объявление о наборе и после первого собрания поняла, что это ее. В 2015 году моя была первая целина в пассажирском вагоне в депо «Самара». Я пришла на стажерский рейс, трудоустроилась и поехала в город Москву. Бойцы студенческих отрядов проводников ежегодно участвуют в данном флэшмобе. Все бойцы студенческих отрядов проводников в 12 городах собираются на вокзалах при вокзальной площади. Передаем приветы всем городам, всем пассажирам, поздравляем их с праздником, с будущим днем железнодорожника. На период летних перевозок бойцы, как сами себя называют лидеры студенческих отрядов, объезжают самые топовые маршруты от Сибири до южных регионов России. Но перед тем, как стать настоящими проводниками, участники три месяца обучаются о зампрофессии железнодорожника. Правилам безопасности на дорогах, сервисным услугам, изучая законы о перевозках пассажиров. В этом году в «Самаре» было трудоустроено более 200 человек. В рамках этого флешмоба они хотят показать свое единение. Они оказывают нам непосредственную помощь в летней пассажирской перевозке. Они полноценные железнодорожники. Только после этого они приходят к нам уже трудоустраиваться. Они делают дублеровскую поездку уже со штатными проводниками. И уже они готовы полностью оказывать услуги в поездах и радовать наших пассажиров. На вокзале отдыхающие от дороги пассажиры были приятно удивлены концертом. Очень хорошо, молодцы. Очень понравилось. Неожиданно было сегодня пить? Или вы знаете, что он тут? Нет, неожиданно. Мы только с Нижнего Новгорода приехали. Концерт начался. Молодцы ребятки. Это полице-студенческий отряд, который тоже... Ну, я уже поняла. Я тоже приехала с Москвы, и там студенчики работают. Работают, будут так хорошо, активно, вообще вежливые такие. Очень молодцы. Летняя стажировка в поезде – отличная возможность объездить всю Россию, увидеть богатство ее природы и пообщаться с разными этносами из 54 уголков страны. Валерия Куценко, Василий Калдашов. События. Самарские архитектурные памятники на полотнах. Горде запущен уникальный проект. Вчера, сегодня, завтра. В нем участвуют уже более 30 художников. Суть идеи – привлечь внимание к знаковым самарским памятникам. Когда проект будет воплощен в жизнь, знает наш корреспондент. Увидеть Старую Самару по-новому. Главная задача художественного проекта – вчера, сегодня, завтра. Идея проекта – собрать картины и разных авторов, объединенные одной темой – знаковые места города. Адреса для художников выбирали краеведы, снабжая каждый объект или дом отдельной историей. Ее и предстоит раскрыть автору. Проект уникальный, говорят организаторы. Еще никто в России так комплексно не рассказывал о своем городе. Мы только начинаем создавать легенду, легенду этого города. Безусловно, есть легенда вообще в принципе. Существует очень много мероприятий, выставок, экскурсий по этому городу. Но так, чтобы художники сами создали некую атмосферу и среду, которая бы сформировала представление у человека, который не знает, что такое город Самара. Мы делаем не иллюстрацию города, мы делаем переосмысление, мы делаем творческое, осмысленное передачу, то, что видит художник. На выбор художникам предложили около 60 адресов Старой Самары. Это известные всем здания, многие из которых еще только ждут реконструкции. Отозвалось более 30 авторов. Это не только маститые художники из творческих союзов, но и все желающие – дизайнеры, арт-менеджеры. Отбирать работы для проекта будут краеведы и искусствоведы. Предложить свое творческое видение этого адреса – это может быть совсем не обязательно. Буквальный пейзаж, экстерьер. Но это могут быть и портреты людей, которые связаны с этим домом. Это может быть какая-то сложная композиция, где и сцены какие-то жанровые. И выставка требует от участников нового уровня прочтения привычных городских достопримечательностей. Это художник, который погрузился, дает свое решение этого адреса и, соответственно, истории, которые с ним связаны. Свою историю художник Дмитрий Мантров увидел в доме на Молодогвардейской 119. Это здание – настоящий перекресток эпох, построено до революции. И в годы войны здесь размещалось иностранное посольство. Здесь находился посол Норвегии. Меня поразила его фраза, когда он сдавал кровь для советских солдат. Он сказал, что весь мир будет помнить, вспоминать Россию как освободитель Европы. И сейчас это особенно актуально. На выставке будет представлено порядка 80 работ. Она откроется весной в галерее «Новое пространство». Мэри Елчан, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагисы» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!